В императивных языках порядок вычислений определяется последовательностью инструкции. Однако в функциональных языках никаких инструкций нет, поэтому не очень понятно, что называть порядком вычислений. Как вы помните, вычисления в функциональных языках происходят посредством редукции выражений. Давайте посмотрим, каким образом можно смотреть на процесс редукции вычислений с точки зрения их порядка. Рассмотрим некоторый пример. В нашем демонстрационном модуле определена очень простая функция, которая зовется sumIt, и которая выполняет суммирование переданных в нее аргументов. Давайте напишем некоторое выражение, которое содержит эту функцию sumIt. Это выражение будет складывать два аргумента. Первый аргумент мы представим как сумму двух значений 1 и 2. Второй аргумент мы представим просто как некоторое значение 3. Естественно, что эту функцию сложат все свои аргументы. Первый аргумент имеет значение 3, второй аргумент тоже имеет значение 3. Поэтому мы получим результат 6. Каким образом мы можем достигнуть этого результата? Оказывается, есть две возможные стратегии. Первая стратегия, которая принята в обычных императивных языках, и которая носит название энергичной стратегии, заключается в том, что сначала вычисляется аргумент функции, складывается 1 плюс 2, а потом вызывается функция sumIt. Однако мы можем действовать по-другому. Поскольку у нас есть определение функции sumIt, мы можем выполнить редукцию, которая находится спереди. То есть мы можем выполнить сначала подстановку тела этой функции, а потом уже вычисление. Такая стратегия называется ленивой. Вот перед нами пример подобного рода ленивой стратегии. Мы сначала осуществляем подстановку. Вместо... берем определение функции и заменяем формальные аргументы в определении этой функции на фактические аргументы. После этого мы вычисляем значение первого аргумента. При вызове функции у нас первый аргумент остался не вычислен. Такая стратегия вычисления называется ленивой. Альтернативная стратегия вычисления, но есть название энергичный. Здесь мы сначала вычисляем сумму, складываем 2 и 3. А потом уже после того, как аргументы доведены до значений, вызывается функция. В нашем случае слово вызывается функция означает, конечно, что мы просто берем определение этой функции, которая у нас, напомню, присутствует в этом модуле. И подставляем вместо формальных аргументов фактические аргументы. Таким образом, мы имеем две стратегии вычислений. Для того, чтобы рассуждать об этих стратегиях, давайте введем один полезный термин. Выражение, которое может быть упрощено, носит название редекса. Точнее говоря, редексом называется то выражение, которое может быть упрощено непосредственно. В нашем изначальном выражении, которое мы вычисляем, имеются два редекса. Первый редекс работает со встроенным оператором плюс. Это выражение может быть непосредственно вычислено и дать нам результат. Второй редекс – это применение функции к своим аргументам. Применение функции к своим аргументам вычисляется не с помощью встроенных действий, а с помощью прямой подстановки. Таким образом, в ситуации, когда у нас в выражении есть несколько редексов, мы можем реализовывать разные стратегии вычислений. Мы обсудили с вами две основные стратегии вычислений. В Хаскеле принята ленивая стратегия вычислений. Важным свойством чистых функциональных языков является независимость результата вычисления программы от выбранной стратегии. Какую бы стратегию мы ни взяли, ленивую, энергичную или еще какую-то более сложную стратегию, результат вычислений всегда будет одним и тем же. В императивных языках подобное свойство не выполняется из-за наличия изменяемых переменных, однако в чистых функциональных языках результат от стратегии не зависит. Здесь, правда, нужно сделать одно замечание – результат не зависит от стратегии до тех пор, пока наши программы являются завершающимися. Те программы, которые терминируются при всех условиях, их результаты всегда одинаковы – от стратегии не зависит.